Участок Антонины на улице Булавина-10 граничит с участком по улице Пожарского-29. Между ними находится лестница и выход на улицу. Он и стал причиной раздора соседей. Сначала говорил, что я не буду трогать дорогу, пусть дорога будет. Сергей купил приватизированный участок еще в 2011 году. Говорит, сначала ладил с соседями. Предлагал им помощь, любую, все, что надо привезти, без проблем было. Я никогда сюда позволял им ходить, все было нормально. Так было, пока несколько месяцев назад Сергей не начал строительство дома на своем участке. Разрели так дорого, что там не проедешь. Разрели забор тут поставить полностью в бетонный и загородить, чтобы мы вообще не ходили сюда. По словам Антонины Белименко, сосед им даже угрожал. Сейчас это угрожает нам постоянно. То с пистолетом, мол, будут ходить, будут стрелять. Пистолеты я никогда в жизни в руки не держал. Я пистолетом не владею, не имею разрешения. Никогда таких слов я не говорил. В свою очередь Сергей говорит, что сам не раз слышал угрозы от соседей. Приезжали недавно дедушкины сыны, приезжали с еще друзьями. Приезжали, пытались запугать, что они там привезут кучу алкашей на наш участок, что они нам спалят дом. И одни, и другие вызывали полицию, писали заявление. Но это не помогло решить конфликт. Антонина Белименко обращалась в Днепровскую райадминистрацию. Женщина уверена, строительство ее сосед начал незаконно. Районная администрация была создана комиссия с участием архитектуры. Мы проверили документы, сделали вывод, что нарушений законодательства в этой сфере нет. В ответе, который Антонина получила из райадминистрации, сказано, что согласно карте застройки, проход есть со стороны улицы Булавина. А вы посмотрите, разве можно там не пройти? Да, он не совсем узкий, он и проход, он и числится по карте прохода. Сейчас его оборудовать на данный момент в то состояние, которое возможно, допустим, проезжать на коляске, на данный момент это невозможно. Законно ли была построена лестница, неизвестно. Антонина Андреевна документы нам не показывает на право собственности надвод земельного участка, поэтому проверить законность постройки именно по Булавине 10 райадминистрация не предоставляется, возможно. В райадминистрации советуют соседям договориться и обратиться в управление земельных ресурсов для заключения договора совместного пользования проходом или же решать конфликт в суде.